Добрый вечер! В эфире программа «Детали» и я, Тина Кандеваки. Кумиры поколения могут быть разными. Ими могут быть поэты, писатели, музыканты, художники, актеры, журналисты. Ими могут быть мышь и крыса. И именно их я хочу увидеть сегодня в своей студии. Итак, встречайте, дорогие друзья, Иван Ургант и Яна Фуренкова. Вот они, живые легенды поколения. Они медленно, не спеша заходят в студию, и вы в это время уже можете набирать номер телефона 642-9470, чтобы поговорить с кумирами. Конечно. Естественно, как принято в современном обществе, дабы пропускают кавалера. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Тина. Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Яна. Кто из вас мышь, а кто из вас крыса? Спасибо за то, что вы начали видеть с этого вопроса. Мы не делили друг друга по таким признакам. Я вообще не сильно разбираюсь. Разница между мышью и крысой, наверное, кроме размера-то... Но это нам надо обратиться к Владимиру Владимировичу Познеру, потому что он, кажется, бывший биолог, да, если я не ошибаюсь? Да. Нет, Константин Львовичернс вообще-то, я ошиблась. Но неважно. А в чем разница вообще между мышью и крысой? В нашем мультфильме нету принципиальной разницы между мышью и крысой. Более того, скажу сразу, что на первой стадии подготовки мультфильма даже не было ясно, кто мы, мыши или крысы. Давайте так, разрешите мне объяснить интригу, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Потому что люди сейчас испугаются, подумают, какая мышь, какая крыса, где Ваня Урган, да, да, и Яна Чуриков. Съехали все втроем. Грядет новый мультфильм. Эпохальный, правильно? Точно. Супер-премьера. И этот мультфильм принесет нового героя нашей стране, я надеюсь, ту самую маленькую крысу, о которой мы говорим. Или мышь все-таки. Давайте называть ее мышь. Все-таки мышь. Вот эта маленькая очаровательная мышка, она пройдет через все трудности и с маленькой Золушкой, насколько я знаю, рано или поздно станет королевой. Правильно? Ну, это в самых общих чертах. Вы не посвящены в то, о чем мы сейчас говорили. Серьезно? Вы рассказали историю другого мультфильма. Нет, но я знаю, что вот этот мультфильм, который вышел с вашим участием, он о мыши, которые с самого низу общества пытаются пробиться наверх. Более того, я бы сказал, вы абсолютно не знаете материала, который вы говорите. Серьезно? Из самого верха мышь сваливается вниз. Более того, это происходит посредством наиболее быстрого попадания в самый низкий... Это какая-то мышь-олигарх, извините. Нет, канализация это называется. А. Мультфильм называется «Смывайся». А, то есть смывает в унитаз. Абсолютно верно. Я думаю, этот мультфильм вам встретит понимание народных масс. Серьезно? Конечно. Вот эту самую потрясающую маленькую мышку озвучивает Яна Чурикова. Нет, ту самую мышку, которую смыла, как раз озвучивает Иван Ольганов. А. Я озвучиваю мышь представителя... Добро пожаловать в мир мультфильмов, Тина. ...простого народа. Welcome. Боже мой. Я теперь только поняла. Я просто думала, что мышь это всегда женская, а теперь я поняла. Да, все это мужчина-мышь. А когда они размножаются в таком случае? Давайте спросим. Давайте спросим, Тина, у вас. Нет, я хочу вас спросить. Тина, вы не те мультфильмы смотрите. Это мультфильм для всех, для семьи. Ну, как вы можете... Ну, кто добрый, кто злой. Вы добрая, правильно? Мы оба хорошие. Вы оба друзья по мультфильму? Вы знаете, иногда бывают некоторые мультфильмы, в которых два героя добрых встречаются. А остальные все злые. Вы знаете, у нас каким-то чудом по дороге затерялись фрагменты мультфильмов. Я надеюсь, что их в течение программы подвезут, потому что всем, наверное, интересно посмотреть, как выглядит эта крыса, как выглядит эта мышь, что происходит. Ну, я надеюсь, что в течение программы, если они появятся, эти фрагменты, мы вам покажем. 642-94-70. Пожалуйста, присоединяйтесь. А мое волнение и сумбурность я могу объяснить только одним, как вы понимаете. Все дело в том, что я должна была озвучивать эту крысу тоже. Окей. Вот только теперь, друзья, я понял, почему тебя называют крысой, а меня мышью я. Ну, ладно, я готова это принять. Также за эту роль была... Работа сделана. Нет, я могу сказать, что выбирали из огромного количества людей. Я не знаю, пробовали, нет, Ксению Собчак. Я слышал, что и ей тоже предлагали ясно решила про Чул Панхаматову. Сегодня он на мою роль. Да, на вашу роль. Чул Панхаматову также пробовали, я знаю. Но, тем не менее, из миллионов голосов... Список колоссальный. Да? Мужская роль прошли буквально все. Валентин Гафт, Олег Табаков, Олег Янковский, Михаил Ульянов. Огромное количество. И почему-то выбрали меня. Вы также забыли, что на эту роль пробовались в русском варианте Колин Фаррелл, Брэд Питт и многие другие. Салю, Ульянов. Нет, то, что вы не красните, объясняет лишь то, что все мы в гриме. Серьезно. Ну, так скажите мне, пожалуйста, одной фразой. Вот столько мультфильмов. Гроза Муравьева. Я была буквально несколько дней там назад. Ледниковый период. Такое количество, но не лесная братва, опять-таки. Но некоторые герои задерживаются, некоторые уходят. Смывайся. Это взрослый мультфильм или детский? Я думаю, что это как раз тот самый идеальный вариант, когда в одном мультфильме собрано все то, что смешно и взрослым, и детям. Поэтому рекомендую для семейного просмотра. Highly recommended, как говорится. Ну, придем, это понятно. Крыса станет супергероем, да или нет? Вот как вы думаете? Или пройдет мультфильм, про нее забудет? Знаете, вот по моим ощущениям, и, как мне казалось, я тоже так подумал, поскольку фильм довольно длинный, в течение всего фильма зритель даже не задумывается о том, что перед ними, в принципе, крысы. Там полный антропоморфизм. Эти крысы, они же люди. Слушайте, вернитесь к нам, пожалуйста, после рекламы, потому что я надеюсь, что вы сумеете первыми увидеть фрагменты этого потрясающего мультфильма. Мы прямо в эфире. Это программа «Детали» 642-9470. Присоединяйтесь. Сегодня у нас очаровательный зоопарк. Я, мышка, крыса, мышь. Поэтому, пожалуйста, у нас есть звонок, можно прямо сейчас. Алло. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя. Вы, надеюсь, не боитесь мышей, Катя? Честно говоря, я никогда не сталкивалась с ними. Вот так вот. Так сталкивайтесь, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте, Катя. У меня... Вы откуда звоните, пардон, Катя? У вас день сейчас? Почему? Ой, извините. Вы говорите, добрый день. Извините, нет, конечно же, ночь уже. Доброй ночи, Катя, пожалуйста. Доброй ночи, да. У меня вопрос к обоим героям, гостям студии. Скажите, насколько у вас хорошо с английским? Вообще, было ли знание, хорошее знание английского в условиях прохождения на кастинге? Потому что, по-моему, вы обязательно слушали в оригинале этот мультик, чтобы лучше озвучивать его, интонации передавать и так далее. Спасибо большое за этот вопрос. Спасибо, Катюша, вам за этот вопрос. На него ответит Яна Чирикова. Пожалуйста, Яна. Да, с удовольствием, поскольку у меня как раз на Добрюжи была самая большая проблема. Я слишком слушала английский оригинал, который сделала Кейт Уинслет. И это было проблемой, поскольку мне все время хотелось подстроиться под ее интонацию. Но поскольку в наших языках немножко разные выразительные интонационные средства, в русском языке это звучало довольно странновато. Поэтому мне все время режиссер Добрюжа говорил «стой, надо говорить не так, русские люди выражаются по-другому». Как бы ты эту эмоцию выразила, если бы ты, например, попала вот в такую ситуацию, если бы тебя выкинули в канализацию? Вот как бы ты говорила? Иван, извините, как у вас с английским? Ну, я хотел ответить, продолжить тему Яны о том, что я-то знаю, каково это быть выкинутым в канализацию. Вот. Дело в том, что с английским у меня, конечно, гораздо хуже, чем у Яны. И вот с Яной пообщавшись, мы не сталкивались на Добрюже. Я понял, что Яна очень серьезно подошла к этому процессу. У меня с английским все не так хорошо. У вас более авторская версия. У меня более, не то, что авторская версия, но у меня версия того человека, который мне писал текст. Вообще, конечно, дубляж мультфильмов, которые приходят к нам из-за рубежа, эта вещь достаточно простая по одной причине, потому что уже все сыграно артистом Хью Джекманом и актрисой Кейт Уинслет. И по большому счету не хотят, чтобы что-то сильно менялось. Скажите, о коронной фразочке ваших героев есть? Есть вот эти фирменные какие-то вещи, которые делают героев, мультиков, героями в жизни? Или вы сами додумались? Ну вот, Яна, расскажи, пожалуйста, у тебя какая-то есть коронная фраза? Да у нас с Ваней есть коронная фраза. Это фраза, про которую ты сегодня рассказывала? А, это ладно, я не знаю, насколько она эфирная. Почему? Ну, пожалуйста, мы что-то показывают детям. Там что-нибудь нормативная лексика? Нет, абсолютно нормативная лексика. Я говорю, что ты рассказываешь? Ну и что? Враг занимает даже жестом. Ну, так, да, абсолютно. Дело в том, что поскольку перевести мультфильм просто текст слово в слово, это одно. Нужно перевести так, чтобы аудитория локальная, как выражаются там всякие мейджор-бренды из Америки, поняла бы и восприняла этот мультфильм как свой. И нам нужно было перевести, скажем так, одни ценности в разряд наших ценностей, чтобы наш зритель это понял. И вот когда Ваня, извините, Роди Сент-Джеймс. Нет, по фильму зовут Роди Сент-Джеймс. Крус Роди. Родик. Родик. Мышь Родик. Человек, которого мы все время называли Родиком, этот мышь замечательный, его смыло в унитаз, он был при бабочке и во фраке, по-моему, или в смокинге, в чем-то там был. В общем, одет очень-очень дорого, очень бюджетно, а у меня там вся такая одежа, такая сшитая на живую ниточку, из британского флага штанишки, зеленые... В общем, у нас такие персонажи потрясающие. И вот когда Роди, когда нас обоих поймали, Роди указывает... Там еще были, кстати, лягушки и жабы нашему главному врагу. Всего братва наша. Нашему главному врагу, которому зовут жаб. Где, собственно, у меня находится рубин, который я у этого жаба украла. Это был даже не жаб, это были приквыслие жаба. Никто этого не видел. Никто этого не видел. Нет, это нужно в контексте объяснять. Когда я поняла, что он меня предал, а только что мы с ним вроде как вступили в сговор, я ему сказала фразу «За рою Иуда». За рою Иуда. Вот такая фраза. Ее не было в оригинале, но пришлось... Да, уверены, что американцы бы себе этого не позволили, конечно. Представляете, такой, можно сказать, такой жест в сторону религии... В данном случае нет ничего подобного. Здесь это все пишется с маленькой буквы. Это называется нарицательное, Иван. 642-94-70. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы говорим о мультфильме «Смывайся», который скоро времени появится в наших кинотеатрах. Надеюсь, что через некоторое время вы увидите первыми, напоминаю, фрагменты из этого очаровательного мультфильма. А Яна Чурикова и Иван Урган принимали непосредственное участие в его озвучании. Поэтому, пожалуйста, можете задавать любые вопросы героям. Точно напоминаю, чтобы все понимали, Иван – это мышь. И я тоже мышь. Это тоже мышь. И я тогда возрастила. Хоть я и живу в канализации, знаете ли, близка к пролетариату, поэтому, знаете, жизнь трудового народа, я тоже мышь. И у меня, кстати, в семье 37 детей. Мои братишки. Лудовитая мышь, хочу сказать. Лудовитая мать была. Мама, я мать была, да. Я позволю себе немного помничать. Мне кажется, что, да, если позвольте, все легко. Да, мы все-таки есть дети, Иван, вы понимаете, поэтому для меня это больно. Все предположения, да, все предположения имеют детей. Я борюсь против игрушек, которые отображают нашу взрослую жизнь, потому что все мультфильмы, которые вот проходят, они становятся в последнее время, они становятся моделью взрослых отношений между взрослыми людьми, между дядьками и тетиками. И дети вот, ну как-то вот по моим наблюдениям, они просто стали рано взрослеть. Я смотрю на наше детство и ваше детство в том числе, я понимаю, что были люди важные, но поколение, у нас не было таких мультфильмов, согласитесь. Насчет ролевых моделей, я думаю, что не только в мультфильмах дети их черпают, эти самые ролевые модели. Кстати, вот мультфильм в нашем случае довольно позитивный. Дети там найдут для себя над чем посмеяться, взрослые будут смеяться над совершенно другими вещами. У меня есть любимый гэг. Это когда поднимается крышка мусорного бака, там сидит тараканчик. И у зрителей есть ровно 4 секунды на то, чтобы понять, что читает этот тараканчик. Тараканчик читает роман «Кавки превращения». Это шутка, медали детей абсолютно. Сегодня в зале присутствовали 7-8-летние дети, хохотали, как умалишенные. Смотри, Кавку читает. Кавку! Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Ну вы же понимаете, что детям не очень интересно переход. Вообще, зачем знать о том, что существует переход из одного социального мира в другой? Детям зато интересные ценности такие простые, как добро побеждает зло, как люди могут... Я запытаюсь, нет, нет, это понятно. Дети смотрят именно за приключениями. Давайте просто следят за приключениями. Как смешно упала мышь сейчас, как жаба смешно языком зацепилась за трубу. Вот это интересно детям. Вспомните себя в детстве. Сколько раз мы смотрели, как жаба смешно зацепилась языком за трубу? Или как хвостик ИА потерялся. Ну вы понимаете, вот те мультфильмы, которые вы сейчас упоминаете, да, включая хвостика ИА, все-таки там как бы вот больше времени уделяется дружбе. А здесь все мультфильмы построены на индивидуализме. Здравствуйте, секунду. Здесь тоже много у нас дружбы. Много, у нас полная дружба. Ну вот вы ее преодолели, судя по тому, что Яна рассказала. Это в начале было, он раскаялся жестоко у нас. А то, знаете, друзья как будто бы никогда друг другу не предают. Ну хорошо, в каждом мультфильме, который сейчас выходит, да, вот, который Голливудские студии выпускают, каждый вот герой там, он чему-то учится преодолевает какой-то свой страх. Вот, например, там, в «Грозе муравьев» он преодолел, там, ну скажем так, неправильное отношение к маленьким, да, к муравьям. Вот что преодолевает ваши герои, и что с ними в конце случается одной фразой, какой свой страх. Социальные предрассудки наши герои преодолевают. Боже мой, мы говорим о мультфильме, в котором, наконец-то, маленькие герои преодолевают социальные предрассудки. Вернемся после рекламы. Моего папу не видели? От создателей Шрека и Мадагаскара. История об избалованном ручном мышонке и его первом знакомстве с большим миром. Где это я? Этот удивительный мир прямо у нас под ногами. Здесь целый город. Но его волнует только одно. Я хочу домой. Капитан Джейми Доджерес сможет тебе помочь. И вот он заключает сделку. Себе в ладонь. И сталкивается. Барс номер нолик. С головорезом. Он сумасшедший! Бегите! Скажите! Баба! Здесь внизу за ним охотятся. А теперь можно поцеловать мне. А дома... Ни хрена себе экранчик! Ему нашлась замена. Я буду лучшей домашней крысой в мире. Крысу мне. И слабый мышонок, впервые предоставленный самому себе... А-а-а! 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 Учится преодолевать опасности во время своего феерического пути домой. Я столько хотел сделать, столько увидеть! Не то чтобы это... А-а-а! А-а-а! Чуть, идиот! Без вас! А-а-а! Не сгибай ноги, когда будешь падать в воду! Я вытягиваю ноги, штырь. А-а-а! Смывайся. Может, мне даже здесь понравится. Да. А-а-а! 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 Прямой эфир программы «Детали» 642-94-70. Мультфильм «Смывайся», фрагмент которого вы только что видели. Мне понравилось. Яна Чурикова, Ваня Ургант. Я прям вас вижу, Иван, в этом костюме. Вы такой очаровательный мышь. Что, Владимир, конечно. Да. Это же Ваня на рабочей одежде. Нет, просто жалко, что я не мышка, понимаете. Вот честно, не могу сдержаться. Ну вот. Но вы как-то похожи в этом мультфильме. Зависть, вы же знаете, ничего не поделаешь с этим. Вот она так и прям просто бьет ключом, Иван. Вы так на меня смотрите. Вы же не знали обо мне что-то новое, мне кажется. Я пытаюсь понять, у вас прозрачное платье или нет. Вы знаете, конечно, да. У вас просто особенное зрение, Иван, не забывайте. Для Яна оно не прозрачное, для вас прозрачное. Мы еще, знаете ли, хорошо видим. Рентгеновское зрение, да. Все-таки Ваня побывал в канализации. Вы в Канны поедете, друзья. Помню прекрасный рассказ Гоши Куценко, который после мультфильма «Лесная братва», познакомился с Брюсом Уиллисом, съездил в Канны. Да-да, Яна, есть еще прелестные части контракта с крупными голливудскими студиями. Вас куда-то зовут? Звонят постоянно. Канны, Венеция сейчас. Вот мы выключили телефон. А вот я еду в командировку в Калининград. Не могу в Канны. Яна в Калининград, я в Канна у нас. Ну, я понимаю. Просто Яна столько раз была в Каннах, Иван, что теперь она предоставляет это возможность вам. Я уже все-таки ближе к народу, раз уж я по мультфильму такая. На самом деле, если говорить, Гоша как-то предоставила возможность познакомиться с тем же Брюсом Уиллисом, и был как-то слет, видимо, как бы главных енотов мира, и там вот как раз пятерка лучших енотов встретилась во главе с самым главным енотом. Будли какие-то контакты, будем встречаться. Кто-нибудь приехал или на премьеру. Она сегодня же была, правильно? Вы знаете, к сожалению, Хью Джекман, тот человек, который блистательный актер, мы все его помним по фильму «Люди Икс-3», у человека, у которого лезвие из руки вылезали. Российскую версию этого фильма вы можете посмотреть. Опять озвучивали вы, я надеюсь. Фильм «Меченосец» Филиппинков. А «Меченосец» ты, да? Так вот, Хью Джекман, к сожалению, и Кейт Уинслет, и Жан Рено, и сэр Ян... Маккеллан. Маккеллан не смогли приехать сегодня, к сожалению. Ну, сэр Ян Маккеллан, я понимаю, почему не приехал. А вот я не понимаю, мы его ждали. Ну, это же все давным-давно понятно, потому что у нас очень гомофобная страна для него. Вы сейчас задумались, Иван. Не продолжайте эту мысль. Я задумался, не поехали туда, где идет Ян Маккеллан. Да, Иван, именно об этом я хотела вам сказать. Там таких ждут. Продолжаем прямой эфир программы «Детали», 642-94-70. Пожалуйста, присоединяйтесь. Естественно, прежде чем телезритель зададет вам вопрос, логически будет, как бы, двинуться дальше, будете ли вы сниматься в кино. Вы уже этот опыт имели, вы не знаю. Я вот не имела. Вы не имели. Будет ли продолжение вашей творческой карьеры в кинематографе, в большом кинематографе? Ну, Ваня, я уверена, будут в любом случае. Яна ответила за меня. На все вопросы сразу, да? Я думаю, что никто из нас, людей, которых иногда показывают по телевизору, не застрахован от того, чтобы появиться в каком-нибудь кинофильме, как это происходит сплошь и рядом за странами, за границей стран-участниц Варшавского договора. Вы свою амплуа уже нашли? Амплуа. Амплуа я ищу. Вы ищете, да, свою амплуа? Да, и прилигаю сейчас к помощи посторонних людей. Я понимаю, Иван. Я могу вам помочь. О чем вы говорите. Вот, что касается амплуа, то ищу. Я себя вижу таким хмурым, одиноким злодеем-гардемарином. Боже мой, не спешите меня, Иван, пожалуйста. Черт возьми. Просто завтра кастинга на Джеймса Бонда, мне кажется, будет в некоем роде, да, то есть приезжает группа, кастингу, по всему случаю, самая главная женщина по кастингу, она завтра будет здесь, в Москве. Я просто хотела вас представить, потому что Джеймс Бонд будет продолжаться. И мне кажется, вы абсолютно... А я на девушку Джеймса Бонда. Раз уж вы как мыши сошлись, почему бы вам не сойтись как Бонду и его девушку? Я не вижу никаких препятствий. Серьезно, да? Вы позвольте мне отойти от темы мультфильма «Смывайся» и поговорить немного о... О себе? Да, ну как, поговорить, нет, о проекте «Одноэтажная Америка», вашей серьезной работе. Прошу вас. В вашем серьезном проекте про историю песен продолжаете ли он? С удовольствием. С удовольствием. Отойдем. Отойдем, давайте. Пойдем. Вы сейчас Яну Зарку взяли? А, нет. Вы же где были? Я себя взял Зарку. А, держите себя в руках, Иван. Хорошо. Вы же были на Кубе, правильно я понимаю, Яна? Я была на Кубе, Ваня в Америке практически рядом, но абсолютно идеологически растяжив. Об этом кубинское телевидение умалчивает, поскольку на всех стратегически важных для страны событиях появляется брат Фиделя Арау. Брат жив, все в порядке. Брат в полном порядке. Там проходил Конгрессо Пионериль, без перевода абсолютно понятно. Конечно, он не нужен перевод. Нет, мы знаем из Паски. И там присутствовал Рауль, а Фидель постоянно присылал ноты о том, что он поддерживает участников. Ноты, который Рауль пел. Историю какой песни вы снимали на Кубе, интересно? Подмосковные вечера. А, Подмосковные вечера. Любимая песня Фиделя? Ассорт, наверное. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, а как кубинцы на вас реагировали? Как мы-то реагируем на кубинцев, я знаю, а как они на вас? А у вас хорошо реагируете на кубинцев? Очень хорошо. Вы смотрите на Ивана. Конечно, я кубинец. Да, кубинец. Те же, те, кто-то была. Кубинцы, я должна сказать, что те отношения добрососедские, добросоветские, которые были между нашими странами на протяжении многих-многих лет, и которые, может быть, чуть-чуть как-то успокоились за последние 15 лет, они все-таки есть. То есть вас любили? Очень много сов-кубинцев там, и очень много кубинцев, которые учились на Кубе. Кто такие совы-кубинцы? Сов-кубинцы – это такой аббревиатур, который из Собхозова. И это советские уроки, которые ехали жить на Кубу, и там так и остались. А, вот так, это наши соотечественники. Наши соотечественники, соотечественницы, они переехали туда, некоторые уже развелись со своими кубинскими мужьями, но все равно стали жить на Кубе. Иван, а как у вас вот одноэтажная Америка? Вы наконец-то нашли пару улиц, Владима Владимировича поздна, я знаю. Что мелочится-то? Зачем вернулись, Иван, возникает вопрос. Вы знаете, я сам себе задаю этот вопрос. Зачем я вернулся? Мы с Владимиром Владимировичем Познером проехали все Соединенные Штаты на Атланете. Вдвою? Нас было чуть больше. Но в кадре мы будем вдвою. Кто был за рулем, Иван? Ну, Тина, мы всегда с Владимиром Владимировичем. Это был наш извечный спор, кто поведет. Вы как два ковбоя в одноименном фильме «Горбатая гора». Вы знаете, Тина, я бы не стал проводить столь серьезные параллели, но просто как два капитана в одноименной книге Вениамина Каверина. Это программа «Детали». Если вы хотите узнать о том, какие творческие планы у Ивана Урганта, у Яны Чуриковой, задать им любой вопрос, то я даже не сомневаюсь в том, что вы присоединитесь к нам после рекламы. Вы в приемом эфире 642-9470. Яна Чурикова, Иван Урганта. Ничего личного, Яна просто так смеется. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. У нас вопрос. Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня такой вот вопрос. Вот как считают данные ваши гости, когда наши мультфильмы дорастут до уровня заграничных, хотя мы вот сейчас вроде бы и касаемся кончиками пальцев этих мультфильмов, которые, ну не буду называть их, заграничные. Да, назовите, не страшно. Хорошо, понятно, вопрос понятен. Я вот, кстати, не понял, какие мультфильмы находятся под кончиками пальцев Ильи, потому что я правда не понимаю, каких мультфильмов он говорит. Я знаю только несколько, если это имеется в виду российские полнометражные мультфильмы, которые в основном они на... Алеша Поповича Тугарин-Змей. Алеша Поповича Тугарин-Змей, потом Илья Муромец, наверное. Илья Муромец, конечно. И Добрыня Никитича, там трилогия. Да, да, да. Как вам эти мультфильмы... Вы знаете, я клянусь вам, Тина, я их не видел. Почему я вам клянусь в этом? Просто я их не видел. Просто вы хотите, я не поняла, наверное, вы хотите, чтобы я вам их показала или подарила кассеты, по крайней мере. Покажите мне Тугарин-Змей, пожалуйста. Обязательно, Иван. Доросли ли мы, Ян, до этих мультфильмов или нет? Я имею в виду западных. И надо ли нам до них дорастать вообще? На западной анимации. Мне кажется, что если говорить о рынке, то он у нас, по-моему, находится в хорошем состоянии, в развивающемся, а развивающее состояние всегда самое лучшее. Но если он в развивающем состоянии, вы следите за ним? Что-нибудь смотрите? Я всегда отмечаю для себя новинки, и меня радует, когда выходит российская полнометражка. Это как раз прецедент для нас. Мы можем поконкурировать хотя бы на нашем локальном рынке с этими блокбастерами крупных транснациональных корпораций. Мне кажется, что нам нужно найти тему для разговора. Давайте сделаем мультфильм. Для мультфильма, конечно. Конечно. Но что может быть, на мой взгляд, это достаточно банально, мне лично, это мой взгляд, субъективная точка зрения. Мне не очень интересно смотреть персонажей, наблюдать за персонажами русских народных сказок. А вот я как раз об этом и хотела. Я даже сам не могу представить. Какой-то должен быть неожиданный сюжет. Вот не было блокбастеров, появился «Ночной дозор», какой-то интересный сюжет, и все пошли смотреть его, казалось бы, да? Ну, друзья, это... Ну, здорово, «Чебурашку» придумать, Иван? Ну, вот, например. Я могу сказать, я читала версию продолжения, я имею в виду, литературного ряда «Чебурашки», о том, как Чебурашка получает квартиру, о том, как Чебурашка смотрит сериалы. Я сейчас не иронизирую, на самом деле есть такая книжка, и я вам тоже подарю наряду с теми дисками, которые я вам уже обещала. И вот, как бы, то, что происходит с Чебурашкой в современной жизни, это страшно. А вы про Простоквашину, друзья, не читали? Нет, расскажите, Яна. О, нет, я просто рекомендую всем прочесть это. Оно стало рублевкой, наконец-то, это триллер? Это гораздо круче. Простоквашина стала, наконец, центром мирового туриста. Оксана Рубски написала продолжение. Нет, все тот же автор, и он сделал это блистательно, поверьте мне. Так что, друзья мои, у нашей мультипликации большой будет. Почему это сочетать продолжение? Можно же придумать... Ну, потому что «Человек-полк» — это вечная история. У нас «Кризис и день» — это на Западе, вы прекрасно знаете. И там сериалы, они бесконечны, эти мультфильмы. Про «Человека-паука», про «Трех девочек». Про «Человека-тапка». Да, про «Человека-тапка», про «Бобров», опять-таки. Значит, Тина, я хочу сказать вам вот что. Мое личное ощущение от того, что я смотрю в кино, и вы смотрите в кино, и все смотрят, я имею в виду западные мультфильмы, я практически не вижу проколов или провалов. Вот это же, по сути, блокбастеры. Бюджеты, практически конкурируют с бюджетами блокбастеров, где играют живые артисты. И при этом... Синали выписаны не менее, как вы видите. А и то и более, пожалуй. И блокбастеры меня совершенно не интересуют. Я практически перестал смотреть блокбастеры. Вы знаете о том? А что вы говорите? Вы не ходите в кино, Иван? Я перестал смотреть блокбастеры, Тина. Блокбастеры? Я... То есть на «Миссии невыполнимы-3» вы не пошли? Я не видел «Миссии невыполнимы-3» и не видел «Миссии невыполнимы-2». Иван, вы просто ненавидите Тома Круза. Это что-то личное. Я завидую его росту. У нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте, Наташа. Откуда звоните? Меня зовут Наташа. Я звоню из Перми. Я бы хотела задать вопрос Ивану Урганту по поводу его личной жизни. Я ждала до вопроса, Наташа. Откуда вы напомните? Из Перми, вам напоминают. Из Перми, Наташа, хитрый голосок у вас. Прошу вас, задавайте вопрос. Наташа, только подумайте, прежде чем его задать. Прошу вас. Да, Иван, хотела бы спросить, как у вас обстоят дела с личной жизнью, не собираетесь ли вы жениться? Спасибо большое, Наташа. Спасибо за интересный вопрос, Наташа. Ты бумагу подписываешь? Я спросила, Иван, заметьте. Тина, да. Вы подговорили Наташу из Перми. Из Перми. Нет, просто я ей посылала нэссиджи. Спасибо огромное, Наташа, за интересный вопрос. С личной жизнью у меня все в порядке. Жениться я в ближайшее время пока не собираюсь. Не завтра точно. А сколько вам лет, Иван, просто интересно? И вот еще один интересный вопрос. Мне 28 лет. 28 лет, Иван. Тогда, естественно, рано, Иван. Вы еще можете годы два погулять. А когда вы считаете, Тина, мужчина должен жениться? После 30 лет, Иван, я считаю. Погуляйте еще два годика. Не расстраивайте нашу женщину. Пожалуйста. Вы один, а женщин много. Вот Яна не даст соврать. Поэтому если вы сейчас как-то окольцуете... Вы больше, чем мужчин, не дам соврать. В нашей стране, да, Ян, конечно. Поэтому если вы будете окольцованы принадлежащим одной даме, вы разорвете сердца ваших поклонниц. Я вам замоляю Тину. Да. Меня не перестает интересовать все равно песни, о которых ты снимаешь передачу. Мне очень понравилась песня, программа, которая была связана с песней «Надежда». Правильно, да? Да. И теперь ты говоришь «Подмосковные вечера». Ну, песен очень много известных. По какому критерию, принципу, ты их выпираешь и какие песни еще будут? Могу вам сказать, что очень сложно выбирать песни для программы, поскольку формат 52 минуты. Стало быть, нужно рассказать... Это должна быть история. Это должна быть не одна история. Это должно быть много разных историй, которые крутятся вокруг одной песни. Бывает так, что мы начинаем разрабатывать сюжет и понимаем, что на 52 минуты у нас здесь просто нет. А бывает так, что, допустим, есть легенда, например, песня «Миллион, миллион алых роз». Да, там вся страна знает легенду о том, что этот тот самый художник, вот, похожий на Ивана Перасмани, когда-то был влюблен в актрису, и он там продает все, и весь ее путь, вот, условно розы. Это интересная история. Да, все в это хотели верить. И вдруг легенда рушится. Яна Чурикова разбирает эту историю, и выясняется, что совсем не так. Поешь, что я уложусь, уложусь в полчаса, разбираю эту легенду и так далее, и не пойму. Ну вот скажи, были какие-нибудь известные, самые известные легенды о песнях, которые тоже знает вся страна, которые были разрушены тобой, наоборот, ну, как бы когда-то стало копаться в этом, или наоборот, потрясают и реальность. Я думаю, что там просто есть какие-то вещи, которые, наоборот, может быть, люди не ожидали услышать о песнях, и они, скорее всего, прозвучат. Например, меня, честно говоря, удивила такая популярность подмосковных вечеров на Кубе, когда мы зашли в ресторан... Каждая кубинская дискотека начинает с этой песни. Ну ты зря смеешься, поскольку мы зашли в какую-то абсолютную забегаловку кубинскую, и люди, музыканты, когда узнали, что мы русские, они нам сыграли, просто недолго задумываясь, не слышны... Они не знали? Они знали музыку. Знали, конечно. Многие из них выпускники фабрики Звездка. Многие из них выпускники советских вузов. Да. И после чего все перешло в сжигательную сальсу со словами Новича из Де Муску. Ну, а потом пьяные урди, ну, вы знаете... Ну, как обычно. А это мы не покажем, самое интересное. Стрельба из двухствольных ружей в сторону Среди Муску. Этим мы рейтингами зарабатываем. А в то время вы, Иван, слышали эти выстрелы, находясь в той самой Америке? Спокойно спал в Лас-Вегасе. В объятиях Томика Бродского. А скажите, пожалуйста, а вот одноэтажная Америка, она о людях, о простых людях или о личности? О людях. О людях. О людях. О людях. Простых американцев. Да. Люди. Простые американцы нас интересовали понять, как они живут, чем они живут. Америка другая, Тина. Она другая. Вы меня сейчас приглашаете туда, Иван, я не поняла. Нет, я уже не приглашаю Тина в Америку. Зачем ехать в Америку, когда ездить, так сказать. Я видел массу помещений и в этом здании. Так скажите мне, был какой-нибудь простой американец, который вас очень сильно удивил, Иван? Масса. Масса? Масса. Я не хотел бы называть американцев массой. Кроме Владимира Владимировича, я надеюсь. Владимира Владимировича я называл массой, как черный человек обращается к белому. Масса. И целовал его ладони. Пальцы ног, да? Ладони. А, извините. Пальцы ног Владимирович, недополненные целовали. Значит, что касается... Он в закрытой обуви? Страна... Да. Он джентльмен. Он не носит открытую обувь. Это страна совершенно другая. Это правда. Я сейчас искренне говорю. Это абсолютно другая страна. Где женщина лучше, вам коротко ответьте. Где кто? Где женщина лучше, в Америке или здесь? Крина, это вопрос, не требующий ответа. Это знает даже тюлень, простите, на Северном полюсе. Что женщин лучше, чем в этой стране нет. И это правда. Возвращайтесь после рекламы. Это программа «Детали». Мы в прямом эфире 642-9470. Мне надо сейчас сделать вид, что мы только что забежали отсюда, из другой комнаты, Иван. Яна никогда бы не позволила это сделать. Яна Чурикова, Иван Ургант. Мы говорим про мультфильм, мы говорим про творчество. Да, мы говорим про творчество, Тина. Но вы помните, про что вы говорили до этого? До этого я помню. До этого вы рассказывали про простых американцев. Продолжайте. Продолжите? Да, продолжайте. Другая страна. Другая страна. Очень интересная. Я бывал до этого в Америке. Мы один раз были вместе с Яной в Америке, кстати. Мало женщин, мне кажется, в нашей стране, с которым вы где-то уже не бывали. Продолжайте. Это я на комплимент вам, видимо. Это скажем все. Я бы и мне. Мы подписывали бумаги. Да, мы подписывали бумаги о том, что мы будем мириться с тем, что будет происходить в этой студии. Поэтому продолжим. Ну, кто произвел у нас самое сильное впечатление? Из американцев? Из американцев? Вот простые американцы. Мы были в американских семьях. Вот те люди, которые self-made, то есть американцы, мы все добрые. Они все чрезвычайно открыто расположены. И, в общем, я так не столкнулся с американцами неприветливыми, не желающими сниматься. Их тщательно отбирали до встречи с вами? Нет, их не тщательно отбирали, Тина. То есть мы даже ходили в опасные районы? Мы ходили, мы просто во многих опасных районах. Никаких драк, прецедентов никаких не было? Никаких драк. Боже мой, Иван, это удивительно. А на самом деле, говорят, что мир глобализуется, и нет никакого отличия теперь уже между мультикультурными людьми. Но это есть в чем основное отличие, на ваш взгляд, между американцами и русскими? Ну, что такое, что никогда к нам не перейдет, но никогда не приживется? В еде. В еде. То есть вот фастфуд вы имеете в виду. Это вот если вот так вот быстро вот ответить, то это еда. То есть вы привыкли к паровым котлеткам и не могли смириться с фастфудом? Целые зоны, целые штаты охвачены эпидемией, которая называется отсутствие человеческой еды. Боже мой, голодненький вы мой. И что там, а как вот эти гамбургеры огромные вот показывают в телевизоре иногда? Ну, вы едите такие гамбургеры? Нет, я не ем, но вы могли себе это позволить? Нет, дело не в том, что я не мог себе этого позволить. С Владимиром Владимировичем нам открывались любые двери. Просто дело в том, что, ну, та еда, о которой... Вы имеете в виду поздно сейчас, чтобы никто не подумал. Владимир Владимирович? Да. Я хотел оставить небольшую тайну. Дело в том, что я привык питаться немножко по-другому, как и мы все. Вот, но более того, я мечтал, мне снились котлетки паровые, о которых мы с вами говорили. Неоднократно причем. Да. Скажите, все-таки мы в прямом эфире, 642-94-70, поэтому я не могу не дать вашим поклонникам, вашим поклонницам задать вам очередной вопрос. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Добрый вечер, Тина. Здравствуйте. Вас беспокоит из Санкт-Петербурга. У меня вопрос к Ивану, вопрос к Яне. Были ли у вас какие-нибудь стримии за время озвучивания мультфильма между друг другом? То есть, кто-то говорил так, кто-то говорил иначе, как-то вы ссорились, ругались, вообще какие были между вами отношениями? Хотелось бы, очень хотелось бы, но вы же только что слышали, ребята сказали, что они по очереди озвучивали, да? Озвучивали по очереди, не встречались. Это было, причем так получилось, что у меня был вообще голый звук, я была первая, кто пришел на озвучку дисциплинированной. Поэтому потом уже Ване пришлось иметь дело с тем, что я ему назвучала. То есть вы уже подстраивались под имеющийся материал? Да, я тут услышал информацию о том, что в Америке, когда снимаются эти мультфильмы, сначала приходят актеры, берут тексты, играют сцены, и потом под их голоса рисуются персонажи. А мы даже это показывали, вот когда, да, представляю себе. Вот это для меня, вот это интересно. То есть, конечно, это совершенно другое. Тогда ты как-то причастен здесь, тебя используют в качестве голоса и человека с известной фамилией для того, чтобы привлечь дополнительных людей в кинотеатры. И используют, я говорю, в самом хорошем смысле. Это все понимают. Не нужно быть, там, семипядей во лбу. Более того, что для нас это был замечательный эксперимент. Наши общие друзья Антон Камолов, Оля Шелест, блистательно озвучивали Ледниковый период и первую, вторую часть. Так что я вообще первую часть посмотрел, не мог понять, кто где говорил. Настолько максимально перевоплотился Антон в Скунса, в кого? В Красобелы или в кого-то? Ну да, в кого-то. Но вы из мультфильма сами от начала до конца уже видели. Мы его видели на примере. А то есть вы вот сегодня впервые посмотрели, как дети реагировали? Дети реагировали, смеялись, дети смеялись, взрослые смеялись. Но, тем не менее, там же говорят, и дети тоже смотрят телевизор, и они вас прекрасно знают, и вас, и вас. Как они реагировали? Они к вам подходили, они что-то говорили. Вот ведь детская популярность, она отличается от взрослых популярностей. Это же совсем другие поклонники. Вы эту разницу чувствуете? И во всеми же надо очень нежно, аккуратно, вежливо. Вот. Вот я сегодня, по-моему, самым ярким впечатлением сегодняшнего дня, мы сегодня с Яной весь день провели вместе, потому что путешествовали с одного кинотеатра в другой. Не оправдывайтесь. Это тот момент, когда мы давали автографы 40 или 50 ребятам. Малышам, ну и как? Замечательно. Захотелось иметь своих, Иван, после этого вы должны продолжить, отвечая Наташу из Пензы. Из Перми. Из Перми, да, прошу прощения. Не будете, Наташа из Пензы, это совершенно другая. Это другая Наташа, да. Добрый вечер, 642-94-70, пожалуйста, присоединяйтесь. Алло. 642-94-70, у нас еще есть время, пожалуйста, звонок слетел, к сожалению, но вашу поклонницу, вот я слышу, да. Позвонила Наташа из Пензы, как-то. Да, видимо, она. Ну, хотелось бы, чтобы также позвонили, наверное, и поклонники «Фабрики звезд», потому что этот вопрос пропустить невозможно, будет ли еще. И я очень хочу. Да, давайте я задам его сама. Вы его только что задаете, не хочу вас застрелить. Яна, прошу вас. Знаете ли, «Фабрика звезд» — это понятие эмманентное. То есть, может возникнуть неоткуда, переведите, Иван. Эмманентное? Да, эмманентное. Ну, вам просто объясните или, так сказать, разобрать это слово? Это всегдашнее состояние «Фабрики звезд». Лучше разобрать, мне кажется. Эмманентное. 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 Ну, я так и говорил. Я не понимаю ничего из того, что вы сейчас сказали. Яна... В общем, будет или нет просто? А я поставлю многоточек, пожалуй. То есть, может быть. Почему? Может быть, а может и не быть. Почему нет, а почему да? Понял. Добрый вечер, здравствуйте. Уклончиво. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Меня зовут Сережа, я из Москвы. Здравствуйте, Сереженька. Кому у вас вопрос? У меня вопрос к Яне и к Ивану. Задавайте. Будут ли использованы песни какие-нибудь, использованные вашими голосами в мультике? О, да. То есть, поете ли вы в мультфильме? Да. Да. Ваня поет Серенаду, Иван. Это Серенаду, пожалуйста. Я спою это Серенаду. Яна... Персонажа Яна зовут Рита. И я обращаюсь к ней с такой песни. Сердце Риты, словно из гранита, Лёд, а не взгляд, Я раздобыл ей клад, И вот, и буквально вот, выброшен за борт, Как жестоко Рита обошлась со мной дальше... Подпевает хор Слизней, я прошу заметить. Слизней. Очень трогательно. У вас есть Слизней в студии? Вы знаете, у нас нет студии, нам достаточно вас одного. Я около студии увидел двух, они сидели на скроме. Да, прекратите, о чем вы говорите. Нам они мерещатся везде. Когда вы приходите с деталей, вам все Слизни разлетаются. Они сидят сейчас, жмутся по углам и пытаются дозвониться по телефону 642-94-70, конечно. А вы пели я? Мне пели, я вот не пел. Кстати, на песне мультфильм очень богат, причем это такие забавные песенные цитаты, когда Родди всеми покинутый сидит, там вылезает Слизней и поет «Lonely, I'm so lonely» в переводе на русский язык, очень забавно. Да, и более того, и песня «Don't worry, we happy», все это присутствует. Замечательные цитаты, которые относятся к кинофильмам, к любимым песням американским. Это все присутствует в этих мультфильмах, за это я их тоже очень люблю. Ну это для взрослых, это те самые... Кстати, Джеймс Бонд там тоже присутствуют. А почему нет? Серьезно, что делал сам Джеймс Бонд. Ну а основные шесть постельных сцен, они построены на сопоставлении и контрасте Джеймс. И они, естественно, у вашего главного героя. Да. Причем не с главной героиней. Не с главной героиней. Ну все поймем. Слизни жабы. Оставим это. Слизни жабы, тараканы и прочие обитатели подземки. Иван, я даже не все расскажу. Здравствуйте. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Как вас зовут? Доброй ночи, Тина. Зовут меня Алексей. Звоню я вам из Воронежа. Хотелось бы Яне и Ивану задать вопросик. Ну вот люди популярные, все-таки, наверное, есть поклонники, которые вас достают. Как вы вообще к ним тогда обращаетесь? Застают или достают? А, достают, Иван. Да, стают. Да, стают. Да, стают. Ну, Яна, приведи пример. Мне сложно сказать, что значит достают. Это когда поклонники становятся в тягости. Ну, это когда нет, Иван. Когда у вашей по две... Ну, когда вы хотите, чтобы вас не узнали, они все равно подходят и хлопают по плечу. Когда вы приходите домой, хотите, чтобы никто не видел, с кем вы пришли, а все равно... А тут из ванной выходят шесть поклонников и говорят, а вот это ты. Заходи. Заходи. Мы ждем тебя. Знаете, Тина, пожалуй, единственное, чего лишены и все люди, живущие по ту сторону Атлантического океана. И то, что присутствует у нас, это наши замечательные поклонники, которые, вследствие того, что часто видят нас на экране, полагают, что можно начать разговор с обращения ты. Яна, у вас это тоже коротко. Знаете, просто в английском языке есть просто you. Неважно, что при этом вкладывает человек в это you. Я это имел в виду. Вот это меня, вот это меня, я не могу сказать, что это меня достает, мне не очень нравится этот глагол, но это иногда меня удручает. И я, тем не менее, все равно отвечаю вы. Если вы хотите понравиться и вам, никогда не обращайтесь к ему на ты и обязательно вернитесь после рекламы. Это программа «Детали». Мы в эфире. 642-94-70. Кумиры поколения Яна Чурикова и Иван Ургант. Позвольте себе еще один глупый и пафосный вопрос. Пожалуйста, Тина, не останавливайтесь. Штампованный можно? Вам, конечно. Прошу вас. Вы ощущаете себя кумирами поколения? Повисла неловкая пауза. Все посмотрели внимательно на Ивана. Вопрос странный. Люди, которые начали свою карьеру с канала НТВ. Отнюдь. Воспитали не одно поколение. Отнюдь. Еще раньше, да, что началось? Никого вы не воспитали, Тина. И вам прекратите. Не верите сами. Вы выросли для меня, Иван. Извините. Ну, разве что вас. Да. И вот посмотрите, что получилось. И мне кажется, неплохо. Горитимся, по-моему, тихо. Да, я на самом деле. Я говорю, на полном серьезе. Вот вы ведь на самом деле проделывали большую работу. Вы, я имею в виду, музыкальный вкус людей, да? То есть, начиная как бы от злобных зрителей, заканчивая «Фабрика звезд». То есть, вы оказали реально влияние на поколение, на его музыкальный вкус. Я говорю, что во время «Фабрики звезд» я, пожалуй, перечеркнула ту работу, которую делала вы из злобных зрителей. Не, на самом деле, Ян, вот ты чувствуешь, что ты реально влияешь на музыкальный вкус людей? Да проще, что ты реально там изменил, что твоя маленькая какая-то там, не знаю, вот твою маленькое ноу-хау, твоя маленькая фразочка, она запала в поколение. В голову. Мне кажется, что все то, что происходило с музыкой в нашей стране в последние годы, просто оно шло синхронно с тем, как развивалось телевидение. Поэтому эти два процесса пристекали рядом друг с другом. Я была всего лишь одной из многочисленных лиц. Ну, к тебе подходы говорят уже, Ян, вот я был маленьким, смотрел телевизор и видел там себя, коней-то тоже. Я выросла в вашем творчестве. Конечно, конечно. Кстати, есть такая тема, ко мне начали обращаться, ребят, которым лет, наверное, по 13-14, на вы и Яна Алексеевна. Я поняла, что вот пенсия пришла. Иван, а у вас есть ощущение, что вы вершитель? У меня сегодня девушка брала интервью и говорит, у вас было в школе прозвище? Я говорю, было, Ури. Она говорит, ну и что? Я говорю, как что? А мультивные приключения? Ну, электроника. Она говорит, я не знаю, я не видел этого фильма. И я просто, знаете что, я выдрал седой волос из головы. И понял, что вы из другой жизни. И понял, что я из другой жизни. Все. Вы понимаете? Я понимаю. А как Ури? Как? Вы что, все это забыли, друзья? Электроника, это Карачинцын, гениальная роль, мотоцикл, кожаная куртка, каска. Ури, где кнопка? Ури, где у него кнопка? Братья. Сыроежкины. Сыроежкины. Слушайте, получается, как раз мы вернулись к тому, с чего мы начали. Да, мы как раз с этого и начинали, что у нас было другое детство, да. А сейчас детство абсолютно другое детей. Ну, вы знаете, это мы можем так долго разговаривать о том, сколько мы удовольствия получаем, заходя в игрушки. Почему колоссальное количество мужчин моего возраста и чуть младше увлекаются компьютерными играми. Вы увлекаетесь, и вам компьютерными играми, да? Я не увлекаюсь компьютерными играми, но иногда я покупаю себе игровые приставки и аккуратно кладу их, потому что это те игрушки, которые мне очень хотелось иметь в детстве. Последняя игрушка, которую вы приобрели? Томик Блок. Мужская. Томик Ахматовый. А вас, Яна? Ну, а как же, подожди, книжка про Бродского-то забыла. Я просто спайдермена все время покупаю, поэтому, Яна, можете быть проще. Я, да, будь проще. Что вы купили? Я гитару себе купил в Америке. Гитару себе купил? Ой, это, кстати, хорошая игрушка. Слушайте, вы, так вы поете? Тина! Элвис! А вы не слышали, я буквально четыре рекламных паузы перед этим спел вам песни. Боже мой, всю передачу проявляю рядом с Элвисом, а я вообще, боже, честно, балую. Селается, это моя вторая. Ваня же был в Америке, а там все... Двоем хорошо вам ем, не все знают меня. Да, да, да. Чем себя балуете, Янычка, скажите? А я пою в душе. А я думала, любите ей поесть мороженого. Нет, это не нашла. Нет, давай. С чем-то бы так явно вдруг... А я просто потому, что люблю поесть мороженого из Америки. А я люблю поесть мороженого, сыграть на гитаре, сидя на томике Ахмад. Вы забыли еще, при этом вы любите смотреть мультфильмы, и я вам обязательно как-нибудь покажу Тугарина змея. И озвучивать мультфильмы голосом после мороженого. Сходите на мультфильм с мой Вася, вам понравится. Это была программа Детали, увидимся. Детали, увидимся.